Вот часто люди ко мне обращаются и говорят, Юрий Николаевич, я хочу стать лидером, хочу стать успешным, хочу общаться в социуме так, чтобы они меня слушали и даже слушались. Вы посмотрите, сколько коучей, сколько вот этих тренеров этому как бы обучают. Вот, ну поймите, вот взять человечка, ну пусть он вроде бы спортивен, и сказать, сейчас мы с тобой попляшем, и ты будешь кататься на коньках, как олимпийский чемпион, делая все эти круги, которые, я даже не помню, как называются. Или ты будешь хорошим футболистом, будешь забивать голы. Нет, друзья мои, вот так вот внутри себя что-то дернуть за веревочку, и откроется успех, уверенность и так далее, невозможно никогда. От слова невозможно. Вы покажите, ну а как же быть-то, не вешаться же? Нет. Вот поэтому необходимо вам понять вот эту сферу вашей психической системы. Это, как устроены наши мозги, рептильная, лимбическая система, неокортекс, за что они отвечают, какие свойства имеют, какие потенциалы в них можно раскрыть. Понимать про ретикулярную информацию, которая является проводником этих сигналов. Да в конце концов, вы должны со своими нарративами договориться. Нарративы – это очень важная вещь, которая раньше, когда я начинал обучение в МГУ, там говорили про установки, но теперь мы говорим про нарративы. Это тоже какие-то убеждения. Отработать динамические стереотипы, привычка свыше нам дана. Важно еще, чтобы вы понимали, как все это функционирует. И понимали, что наш мозг – самообучающаяся нервная система, вот этих нейронов. И многих говорят, я сейчас заложу программу, нажал на кнопку, и все, мозг выдадет. В компьютере, да, некоторые программы нажал, она выдает результат. А в мозг так не бывает. Да, про дефолт-систему можно сказать, что она сама решает. Но она решает сама на основе данных, которые вы туда заложили. Но этого мало. Факт-карты. Важно, чтобы эта дефолт-система имела привычку и умение складывать эти кубики Лего и что-то получать. Вот просто взять человечка, который рожденный, и вот так вот сказать, ты будешь успешный, из него ничего не получится. Он должен пройти стадии очеловечивания, стадии социального общения, стадии внутренней создания карты реальности. поэтому, друзья мои, вот я вам здесь немножко наговорил, и вы спросите, Юрий Николаевич, ладно, скажите четко, что нам нужно? Вам нужно прежде всего понимать сферу вашей психической деятельности. Это мозг, там, три части, это ваша ретикулярная формация, да, ваши нервы. второе, вы должны создать карту реальности. Карту реальности, как я говорю, ну, я условно разделил, она целиковая, конечно, как матрешка, это карту территории, карту тела и карту стая. Второе, чтобы вы могли использовать в этой карте некоторые свои умения. У вас есть карта, допустим, у вас есть корабль, а управлять вы им не умеете. Вот здесь нужно некоторое умение управлять. Это развитие эмпатии, это как бы некий невербальный язык собственного эмоционального интеллекта. Эмпатия, собственный эмоциональный интеллект, это важные вещи, которые позволят управлять этим кораблем по этой карте, а карта должна быть хорошей, и корабль должен быть неплохой. но кроме того, поди туда не зная куда, вы должны знать, куда вы направите свой корабль, цели, и мотивировать себя. Вы скажете, да я ни к чему не мотивирован, а ты, как говорится, попробуй. И это в процессе мотивируется, дофамин будет выделяться в процессе. Поэтому послушайте меня внимательно. нету кнопки, чтобы ваш корабль как метеор полетел к цели, которую вы не определили. Еще раз повторяю, прослушайте этот ролик и подумайте, что вам не хватает в вашей консерватории, чтобы быть успешным, уверенным, а это тоже умение владеть кораблем. там говорил про эмпатию, эмоциональный интеллект, а здесь уверенность держать руль своей судьбы. А вы не держите руль своей судьбы, вы верите в какие-то мистические вещи и отпускаете руль, и корабль несет по волнам, как какашку. А ведь если вы хорошо управляете, вы можете идти галсами против ветра. Давайте этим займемся. Я вам про это рассказываю. И это нужна тренировка. И тренировка в поле жизни. Не где-то в группе подрачили друг другу, а выйти в эту жизнь. Потому что в этой жизни вы обязательно набьете коленки. Помните, как мы учились ходить? И этот опыт более эффективный, чем вы услышите от какого-то коуча или какого-то успешного, который вас на поле дураков зовет. Не будьте деревянными буратинами. Не зарывайте свои пять злотых на поле дураков. Работа, работа и еще раз работа. Подписывайтесь на канал, обращайтесь. кое-чего подскажу вам. Работать вам. А я только подскажу. Привет! Привет!